Я потратила на него 30 с хреном тысяч рублей. А, там что-то вываливается. Секси. 37 тысяч рублей обвещает Мак в этом году. Это, подожди, это цвет Даби. Мне очень нравится этот адвент календарь. А-о-а-а-а-а-а. Просто радуюсь, потому что пока что все хорошо. О, боже, я только и делаю, что вру. Розовая упаковочка. У меня как будто баян. Я им не кому-нибудь дарить, потому что один из моих самых любимых цветов. Подождите, а что это такое? И чтобы у вас прям макияж на глазах был. Можете вообще чего угодно с вашими губами делать. Можете хоть и доносик рисовать, если используете такую базу. Так, вот сейчас я сама посмотрю, а потом вам покажу, что там. Всем привет! Сегодня, знаете, что мы с вами будем смотреть? Адвент календарь от Мак. Он обещает нам то, что там наполнение аж на 340 футов. То есть где-то тысяч... Ну, на 37 рублей. 37 тысяч рублей обвещает Мак в этом году. Но знаете, я бы хотела в это верить. Однако, в прошлогодние адвент календаре, я распаковки, которых я смотрела, говорят о том, что, скорее всего, здесь, ну, будет наполнение такое себе. Насколько я помню, в прошлогоднем адвент календаре, поправьте, если я не права, были какие-то очень странные вещи, типа салфеточка. Возможно, я путаю. Поправьте, если я не права. Короче, смотрите, вот такой вот у нас потрясающий адвент календарь от Мак. Я заказывала его напрямую из Англии через eBay. И он обошелся мне где-то в 30 с хреном тысяч рублей. Поэтому, если там наполнение на 30 с хреном тысяч рублей, я потратила на него 30 с хреном тысяч рублей. Я понимаю, я только сейчас поняла, что я совершила, походу, не самую выгодную покупку. Но мы все равно посмотрим, что там находится. Сам в себе адвент календарь выглядит вот так. Вот он у нас сплит имеет. Сплит – это хорошо. Я люблю сплит. И ой. А-о-о-о-о. А-о-о-ой. А-ой. А-ой. Так, там что-то вываливается. Нет, 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 не вываливайся. Мне еще фото делать надо на обложку. Он просто огромный, достаточно психоделические настроения психоделика. Но мне это очень нравится. Надеюсь, что внутри состава будет просто на букву Z, B, C. Секси. А еще он очень большой. Посмотрите, это моя рука, а это огромнейший адвент календарь. Попытка сделать фотографию на обложку, пока я не распаковала адвент календарь, потому что он воистину очень большой. Так-так-так-так-так, ничего не падает. Обложка! Не падайте, не падайте цифры такие. О-моё. У меня как будто баян. Да твою мать. Собственно, распаковка. Без понятия, как распаковывать его. Он реально в натуре очень гигантский. Господи, что за слово такое в натуре? Откуда оно вообще? Останавливается от всего. Так будет красивее. Короче, номер один. Цифра один вот здесь. Я считаю, что я делаю сегодня очень уместно. Мы просто-таки сочетаемся. Нет. И в цифре один вот что у нас есть. И это у нас офигеть. Полноразмерная помада. Она просто абсолютный фулл сайз. Честно говоря, я абсолютно не ожидала того, что такая помада может быть в этом адвент календаре. Причем, зацените цвет. Он абсолютно клевый. То есть, это реально тот цвет, которым я буду пользоваться. Я им никому не буду дарить. Потому что один из моих самых любимых цветов. Он такой, знаете, коричнево-оранжевенький. И я ставлю ему абсолютный класс. Я не знаю, что будет внутри. Потому что, как я уже говорила, я не смотрю обзоры других блогеров на адвент календаре. Я не смотрю, что я покупаю, когда покупаю. Потому что я хочу все это видеть, как будто я делаю себе классный подарок. Так что, лот номер один. Помадка в первом номере. Номер два. А еще мне очень нравится то, что ты не портишь свой маникюр на вот это все. Открываем. И во втором номере у нас полноценный тревел сайз туши для ресниц. Вскрывать эту тушу я сейчас не буду. Потому что, если я вскрою, то придется выбросить. Это точно тушь? Да, это точно тушь. Кто пользовался вот этой вот тушью, напишите, она вам нравится или нет. Потому что я точно знаю, что это одна из самых популярных тушек. Но тушь от MAC, честно говоря, никогда мне супер не нравились. Поэтому буду рад протестировать когда-нибудь потом. Но пока все классно. Третий ящик. Третий ящичек достаем. Вот такая вот упаковочка. А внутри... Походу на тени. Да, и внутри была тенюха, которая выглядит очень странно. Потому что она вся какая-то испачканная. Почему? Вы видите, она вся как будто бы... Даже не то, чтобы испачканная. А нет, она испачканная. Она не рассыпалась лучше чем-то? Не, не рассыпалась. Ладно, не буду докапываться. Просто действительно немного пыли осело. Но это все ерунда. Можно поправить. Очевидно, никто от тени не вскрывал. А еще, кстати говоря, возможно, вы заметили мои руки. Дело в том, что вчера был Хэллоуин. И мы снимали фотос по отокрёву. И, короче, вот все мои руки. Они в искусственной кровище. Но это другая история. Это полноразмерный формат теней рефилов, который есть в Мак. Если вы когда-нибудь ходили в Мак или пошли бы в Мак, купили бы там тени, вот именно одну штуку, вам выдали их бы вот именно в такой штучке. Или выдали бы в рефиле, чтобы вы могли встать в свою палетку. Так что это полноценный продукт. Ну, я не знаю, что вам сказать, кроме как лайк. Кстати, очень хочется потом все это посчитать. Поэтому посчитайте, пожалуйста, во сколько вышло наполнение в перерасчете на русские деньги. Я запарилась не просто так. И заходила на сайт Мака, все это выписывала не просто так, ребят. Хочу, чтобы вы посчитали, сколько в итоге было на приобретено. Четвертый номер. Розовая упаковочка. И внутри полноразмерная помада Пуля. Это их классические помады. Они бывают разных вариантов. В целом, раньше, когда я часто пользовалась Маком, я достаточно часто сама себе покупала. Посмотрим, какой это цвет. Надеюсь, не Russian Red. И нет, это не Russian Red, это Tau. Это также достаточно ходовой цвет. И мне он реально неиронично нравится. Я такие цвета обожаю. Я их наношу, растушевываю на своих губах. Но знаю, что далеко не все люди фанатеют по этим оттенкам. Поэтому не знаю, кому как. Мне лично зашло, но в данном случае это чистая субъективщина. Мне очень нравится этот адвент-календарь. Кстати, ребят, я же в этом году буду снимать очень много адвент-календарей. И если вы вдруг не смотрели еще прошлое видео, где я распаковывала календарь Revolution, пожалуйста, посмотрите. Ибо я в том видео сказала, что все последующие адвент-календари я буду сравнивать именно с календарем Revolution. Поэтому поверьте, просмотр стоит вашего времени. И здесь у нас, а вот и, вот это я не знаю, это travel size или это миниатюра. Кто-то может мне подсказать. Вот такой вот lip of gloss. Это тоже помадка жидкая. Но я реально хз, что у нас по объему. Ну, очень интересно делать. Блин, ну вот эти вот помады, честно, мне уже не нравятся. Потому что, ну, несмотря на то, что это абсолютно фирменный gloss от MAC, он супер липкий. И все-таки я считаю, что в современном мире, когда уже существует целая куча всевозможных помад, которые никакого блеска не дают, ну, в плане, которые никакого липкого слоя не дают, например, как то, что у меня сейчас на губах, а у меня на губах холика-холика за 400 рублей. Ну, я бы не стала наносить такого плана помаду вообще, в принципе, ни за что. Потому что зачем мне это надо? Извините, волосы болтаются 10 раз просто по всему лицу. И не хочется мне, чтобы зимой, когда я выходила гулять, волосы прилипали к губам. Да, я потом пользуюсь таким помадами. 400 рублей, Корея. Шестой номер. Достаем. Ой, 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 не достать. Подождите, а что это такое? А что это? Ао, 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 ао. И это хайлайтер. Он называется теплая душа. Подождите, это пудра хайлайтера? Даёт лёгко... Ааа, вы меня извините, это пудра, ребят, я вам набрала. Нет, я вам снова набрала. О, боже, я только и делаю, что вру. Это миниальный румяна. Ну, естественно, отстойный цвет для румян. Потому что, короче, помните, я охвасталась моим новым маникюром. Всё-таки здесь сразу пооблизали, потому что из-за того, что я тестировала сейчас очень много косметики. Ну, вот из-за вот этой вот фигни, да, короче, пообтесались они. На этой руке всё ещё ни один кристалл не упал. Но я думаю, что если бы я была аккуратнее, у меня бы и здесь не подваливалось. Но это уже другая история. Короче, так как это румяна, ну, цвет хотелось бы какой-то более, что ли, яркий. Потому что даже если вот так вот посмотреть, видите, ну, он тупо выглядит как пудра. То есть я вообще не понимаю, почему это назвали румянами, ибо, ну, цвету здесь нет никакого от слова вообще. Жалко, что я это открыла, можно было бы бабулю подарить. А тем временем смотрим дальше. Седьмой. Номер семь. И снова пуля помады, но на этот раз маленькая. Оля, вот это у нас было в прошлом номере. Это в настоящем. Посмотрим, какой цвет. Всегда надеюсь, что не Russian Red. О, Velvet Teddy. Это отличный цвет. Один из моих самых любимых. Он у меня не иронично есть. Ну, я думаю, вы понимаете, почему у меня такая реакция. И они буквально очень сильно похожи. Но конкретно вот этим вот оттенком я пользуюсь очень много уже лет. Я его периодически даже сейчас докупаю. Ибо и состав, и цвет, и консистенция вот именно этой помады мне очень нравится. Жалко, что она, конечно, у нас миниатюрка. Но, с другой стороны, у меня есть полноразмерка такая. Так что это норм. Это масло. Не полноразмерка, а travel size. Но вот это масло очень клевое. Раньше я использовала как базу под макияж. Блин, я все время говорю раньше, раньше, раньше. Просто понимаете, в последнее время я перестала пользоваться маком как косметикой. Не потому, что он перестал мне нравиться. А потому, что мак это все-таки достаточно дорогая косметика. И если раньше у мака можно сказать, что не было аналогов, потом появилось слишком много конкурентов. И сейчас я могу купить косметику, которая по качеству не хуже, чем мак, за более дешевую цену. И спокойно всем этим красть. Тот же самый Colourpop, как бы все еще передает привет. Как жалко, что в России нет Colourpop. Боже мой, пожалуйста, проведите Colourpop. Ну, короче, раньше тоже пользуются этой базой. Она очень хорошо подходит тем, у кого очень сухая кожа лица. На нее классно потом наносится крем, все такое на свете. Поэтому, ну, по факту, если вы покупали этот календарь для себя, чтобы попробовать продукцию мак, пока что вот я реально скажу, что все классное, кроме пудры. Пудра и вот эта вот штука, они, конечно, такое себе. Ну, а Агеса это тоже найдет своего любителя. О, а здесь у нас с вами тени кремовые выглядят. Они вот так. Тестировать я их не хочу, потому что у меня есть подруга, которая безумно любит эти тени. Она будет архи-счастлива, если я это ей подарю. Так что не обессудьте, просто тени. Цвет, на самом деле, крайне на любителя. Он не коричневый, как вам может показаться, а он бензиново-зеленый. Он какой-то зелено-коричневый, поэтому, ну, у меня есть только реально один человек, который загоняется по такому цвету из всех, кого я знаю. Поэтому я дам этому человеку отличный подарок. Как мне нравится распаковывать этот дуэнд. Реально, абсолютная говнота. Еще и в полной размерке. Вы же все знаете этот культовый продукт от Мак. Это та самая фикс для бровей, которая реально клевая. Кстати, я должна сказать, что мне никто не платил за распаковку этот адвент календаря. Не факт, что этот адвент календарь вообще в России будет. Или будет, как в том году, по-моему, у Мака было в самом конце года. Поэтому я заказала сама. Мне никто не платил. Просто радуюсь, потому что пока что все хорошо. Такой вот гель для бровей прозрачный. Очень хороший продукт. Безумно счастлива, что его положили в адвент. И, знаете, хочу сказать, что вот прошлый адвент календарь Революшн и этот адвент календарь пока что не ожидала, что настолько будет хорошо. Обычно они не настолько классные по сравнению с прошлым годом, когда я реально скупала все адвент календари и там приходила абсолютный отстой. В этом году что-то у нас как-то бодренько началось. Но МВ, конечно, это просто только сейчас. А в следующий адвент календарь, который мне придут, мне, кстати, сегодня еще один придет, будут отстой. И, возможно, меня специально подразнили. Я не знаю, но видео будет выходить, покуда Новый год мне настанет. Номер 11. И здесь у нас снова тени. Блин, такое чувство, что это все-таки календарь для меня подбирали, потому что это буквально красно-коричневые тени, которыми я пользуюсь. И, кстати, они уже немножко в другой упаковочке. Таких теней от Мак у меня никогда не было, потому что упаковка как будто бы прорезиненная. Это же глянцевая. Номер 12. Это что? Странный микро-малюсенький продукт. Это гидрофилка, насколько я поняла, в миниатюрке. Что здесь не выкопают? Подождите. Да, это чисто обычное гидрофильное масло в миниатюре. Но на самом деле, конечно, очень странный выбор формата. Все-таки здесь, считай, должен был быть travel size, ибо вот такого количества гидрофильного масла, ну, может быть, раз на 5 хватит. Мэбэ, конечно, для косметического адвент-календаря это и не самая важная вещь, но мне все еще странно, потому что, ну, гидрофилки все-таки хочется побольше. Вот, ну, ничего лично, вот именно в гидрофилке хотелось бы поболее. Так, ребят, у кого любимая цифра номер 13, я помню, что тут много таких. Давайте посмотрим, что у нас в цифре 13. Мне жаль, но это прозрачный бленд для богов. Возможно, те, кто ставили на 14, будут более удачными. И снова рефил теней, на этот раз у нас блестяшечка, так что, в целом, выглядит как-то так. Блестит, золото переливается, цвет бронзовый, приятный. И 15 номер. Маленькая помадка от MAC. А, Russian Red что ли? Нет, Ruby Woo, ну, из той же самой категории. Обычный классный красный цвет. Не удивляйтесь моей странной реакции на красную помаду, просто она вот такая странная у меня, не более того. По факту, все-таки красная помада, я считаю, должна быть в каждом адвент-календаре, потому что вещь все-таки беспроигрышная, новогодняя, красивая, классная. Поэтому хорошо, что это было не в первых цифрах, но она все еще есть. Очень интересно, что в этот раз будет в 17-м числе, но пока мы на цифре 16. И здесь у нас, ну, отличный продукт, это Strobbing, хайлайтер-крем, который вы наносите до того, как делаете макияж, потом перекрываете все это на кон, и у вас кожа получает естественное сияние. Я такие продукты не супер люблю, но, опять-таки, учитывая, что это адвент-календарь, который должен впихнуть всю самую ходовую топовую продукцию, календарь и мак пока что с этим справляются, поэтому и в таком формате, и такой продукт я ставлю ему максимальный лайк. Еще и цвет положили самый хайповый, который типа розовый. Ладно, моя любимая цифра. Опять тени. Не скажу, что плохо, но просто вот хотелось чего-то более прикольного, блин, они сиреневые. Это, подождите, это цвет даби. Ладно, в 17 меня вот раз порадовало, это чисто цвет даби. Когда я захочу делать макияж на даби, я 100% возьму именно эти тени, потому что цвет супер даби. Вот он прям вот такой темно-грязно-сиреневый и хайповый. Не представляю, кому такой цвет может подойти для какого-то не сценического, не какого-то там косплейного образа, потому что он реально сложный и странный. Но так как у меня все еще есть даби, мне подойдет. 18 числа. АСМ, ребята. Это что? Желтая база? Что такое желтая база? Ребята, я не знаю, что это за продукт, поэтому, кто знает, напишите. Реально, первый раз вижу желтая какая-то база. Типа база под макияж. С эффектом коррекции цвета лица или что это такое? Я не знаю. Дальше у нас одно из самых больших последних окошек. Оно будет вот это и прямо-таки следующее. Давайте заценим, что в большом окошке. И в большом окошке у нас... А-а-а! Блин, короче, в прошлом видео с Революшн я накосячила. Я сказала там вот именно на это средство... Блин, я ебой, я ела в виду. Но я сказала, что то средство для губ, а то было для бровей. Оно было как бы фиксатор из воска для бровей. Именно вот этот продукт позволит вам выходить за рамки ваших губ. Именно вот именно. Вот конкретно про маковскую такую штуку я говорила. Можете вообще чего угодно с вашими губами делать. Можете хоть вот до носа их дорисовать, если используете такую базу. Потому что она идет на основе воска, и воск вам вот здесь вот как бы запечатывает ваши вот эти вот все переходы. И за счет того, что у вас получается дополнительный, достаточно плотный слой, ну типа как второй кожи а-ля, когда вы здесь рисуете уже карандашом или помадой, главное, чтобы продукт не был очень таким, знаете, прям плотным. Вообще хорошо все перекрывает, все прям круто. Можно прям губы хоть себе вот сюда вот налепить, и это действительно работает. Макияж Братс, конечно, когда, знаете, вот сюда вот клеем делают, не сделаете. Но если хотите реально увеличить губы, чтобы это было менее заметно на повседневку, лучше средства, по крайней мере, я еще не встречала. Последнее большое окошко по двадцатым номерам. О, это меня латюра фикс-пласс! Ну, я думаю, я не открою вам Америку. Если расскажу о том, что фикс-пласс это то самое ходовое хайповое средство, которым фиксируется любой макияж на любой студии, на любой съемке, одно из самых лучших вещей. Конечно, хотелось бы хотя бы тревел сайз, все-таки тревел сайз сюда бы вместился. Меня не обманешь, я точно это знаю, потому что у меня их полно и в тревеле, и в полноразмерке. Ну, и на том приятно. Жаль, что расходуется достаточно быстро. Даже не знаю, насколько это хватит будущим обладателям. Что ж, у нас же в календаре остаются только маленькие штучки, поэтому постепенно переходим к двадцать первому столу. И снова тени, опять обляпанные, ну да хрен с этими тенями. Честно говоря, не очень понятный подбор цветов. Они вроде все достаточно годовые, но хотелось бы, наверное, чего-то, знаете, глиттерного, то есть более новогоднего, но это уж если докапываться. Цифра двадцать два. И снова маленькая пуля. Интересно, какой будет цвет. Цвет называется чили. Что-то... А, ну такой теплокрасный. Теплокрасно-коричневый. Красивый оттенок, очень приятный. Я думаю, что вот им я, скорее всего, с удовольствием буду пользоваться. Поэтому это абсолютно точно лайк. Осталось два номера. Цифра два. Четыре. И здесь пигмент от Мака. Кстати, вот это очень клевая была идея. Хотелось бы больше цветных пигментов, потому что у Мака они суперклассные. Их можно использовать как хайлайтер, чтобы прям люто сиять. Или на веки, чтобы у вас прям... Бух! Макияж на глазах был. Так, в принципе, куда угодно можно это добавлять. Что хотите с ним делаете? Реально, на то он и пигмент. Хоть лак для ногтей добавьте. Маковские пигменты все еще очень классные. И последняя цифра. Двадцать четыре. Даже не знаю, что бы там было. Открываем ее. Двадцать четыре. Так, вот сейчас я сама посмотрю, а потом вам покажу, что там. Не, ну я понимаю, что этот адвент календарь, конечно, классный. Но, честно, от двадцать четвертого номера я ожидала, ну, хоть чуть-чуть чего-то иного. Как вы думаете, что было в двадцать четвертом номере этого адвент календаря? У вас есть примерно несколько секунд, пока я вам это не покажу. А теперь давайте проверить свою интуицию, и я вам показываю. Как вы думаете, что в этом кулаке? А там помада. Обычная бежевая. Вот ее цвет. Типа, я не против этого цвета, я не против этой помады. Но, согласитесь, это достаточно странно, когда последним двадцать четвертым номером тебе кладут продукт, который у тебя был в числе первой десятки. Ну, типа, вам не кажется это странным? Потому что мне это кажется достаточно странным. В целом, если, знаете, шкалировать этот календарь от одного до десяти, я бы поставила ему, ну, наверное, десять. Но уж очень он дорогой. И мне не хватило двадцать четвертого номера. Поэтому я оставлю ему девять. Такой вот адвент календарь. Ребятушки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите прошлое видео с адвент календарями. Смотрите будущие видео с адвент календарями. Я вас всех люблю. Целую, спите так же сладко, как спит мой кот. Так мой котик спит. Смотрите, какой он маленький. Все, не будем кота. Пока. Я решила быть немножко манерной. Нафиг это все. Я заказала календарь адвент от Революшн. Это как бы то, про то, какой я дурак. Он пришел весьмятый, покорябанный. Ни стыда, ни жалости. Рвем. Они тоже пришли примятые. Но, вроде как, этот календарь считается классным и топовым. Поэтому вся моя надежда на то, что потрясающие пусики меня порадуют. Номер Айнс встречает нас вот в таком вот потрясающем виде. Если там все остальное будет такое же классное, я буду счастлива. О, как красиво. Вау, я очень довольна. Цвет в глоссе у нас больше в розовинку. Этот же более в красный. Не прикопаешься. Дальше у нас с вами номер пять. Ой, интересно. Фу, воняет. Возможно, он в целом небезопасный. И воняет предупредительно. И, возможно, влюбится. Потому что, честно, вот такой цвет гораздо, гораздо лучше в миллион раз, чем, ну, красный. Давай порвем. И вот такая миниатюрка теней тоже очень фэнси. Наконец-то относительно бесполезная вещь. Уровень детский календарь. А здесь оказалось не такое уж и плохое. Ладно, я беру свои слова назад. Праймер для теней. Проверка на вашу визажную сметалку. Что это такое? Опять-таки коробочка. Интересно, что в этот раз будет. Я не знаю, что здесь сказать. Вау. Это удивительно, я знаю. Выглядит абсолютно потрясающе. Огромное количество розовой, коричневой такой благородной гаммы.